16 мая, время 19.00, мы находимся в отеле с названием... А, Крокемер. В этом выпуске мы поделимся с вами посещением аликарт-ресторана азиатского направления. Надеюсь, для вас будет интересно, приятного просмотра. А сейчас мы находимся в Луна Бар Терраса. Это терраса на последнем этаже этого отеля. Находится в самом центре, работает с 5 вечера до 24.00. Какой отсюда роскошный вид. 16 плюс только, к сожалению, сын наш детстоит за дверью. Поэтому не будем откладывать на потом. Стартанем здесь. Вряд ли мы еще, наверное, здесь уже с камерой появимся. А может быть и нет, кто его знает. Приятного вам просмотра. Мы направляемся через эту застроенную часть с бутылками к Мерохе. Медицин. Приятного вам просмотра. Дима Сафаза, медали? Мы уже во внутреннем пространстве. Здесь внутренние посадочные места. Барная стойка. И для нас снаружи, на наружной террасе, красивые посадочные места. Красота же. Удвинулись до столика. Давно мы не видели красивой посуды. Приятного вам просмотра. Скорее всего, уже дождемся блюд. Не будем уж меню там... А нет, меню заснимем. Только-только присели и нам раскрутили эти тарелки. И принесли, между прочим, стартовый набор любого отдыхающего в этом ресторане. И уже готовый был. Да. Кроме того, не благодарите. Пожалуйста, вам QR-код этого ресторана. Можете поставить на паузу, отсканировать и проникнуться тем выбором, который нам предстоит. И уж что мы выберем, мы переключимся уже к этому моменту. Мироха попросил две чипсы в двух экземплярах. Тебе раш? Я беру сразу ролл с рыбкой. Немножко басаби. Окунаем все это в соевый соус. Окунуем стой. И... Вкусно. Мне нравится. Все вкусно. Меня интересует сильно, интересует эта позиция. Держи. Можно я зацеплю вилкосом? Это оно? Это оно самое. Да как я соскучился по этой рыбе. Вот умеют, могут. Они понимают, о чем мы всегда говорим. Что не надо нам копченое. Нежнейшее. Филейнейшее. Ммм, просто восторг нереальный. Что? Просто невозможно вкусно. Надо таких тарелок 10 попросить. Все остальное уже можно не приносить. Меню есть по QR-коду. Который мы уже отсканировали. Давай дальше. А также нам принесли просто меню. Есть взрослое и детское меню. Ты предлагаешь его тоже отсканировать? Нет, просто... Я к тому, что это детское меню отдельно. Ну, наверняка там уже понятные всем ингредиенты. Здесь на русском языке написано, а по QR-коду только на английском. Мне просто интересно, что предлагают. Ну, давай. Ну, наскоряк, озвучивай. Через одно. А здесь по-английски написано, поэтому я не очень понимаю. Настолько вкусная рыба, что мы еще две порции попросили. Ну, собственно, они такого размера. А что делать? Эстетика. В ресторан же ходят не так, как в столовую, чтобы наесться, а для эстетики. К слову говоря, суши выглядят именно вот так, если кто не знал. Так выглядят роллы. Мы уже заказали блюдо и ожидаем. В полном ожидании новых блюд. Мне кажется, можно стартером наесться. Продолжение стартового набора. У нас есть суши, у нас есть роллы. Кто не в курсе? Эти ребята отличаются. Вау. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Быстрее, быстрее. Так. И. Мне вопрос. Кто эту музыку выбирал, да? Нет. Тут почему? У нас Новый год на столе. Ну, елочки, палочки, украшения туда-сюда. Ответил шеф и так и оставили зимы. Я хочу, чтобы ты попробовал вот этот стартовый набор. Во фритюре овощи. Мне кажется, это что-то вкусное. Во-первых, что у нас здесь есть? Здесь есть гриф. О. Шампаньон. О, ты что-то знакомое, да, увидела? Во-вторых, здесь есть... Что вот это? Неожиданность. Ну, пробуй. Почему руками-то? Неожиданность. Макаем ее в кисло-сладкий соус. Может быть, просто кислый. Тебе обязательно надо попробовать. Что ж я на эту морковку-то в панировке один был подписываться. Ты жирная. Спасибо тебе, любовь моя. Ты так смотри, что снимаешь, да? Давай еще тогда рыбкой сгладим. Это овощи. Ты так смело берешь ее. Естественно. Как туалет на бумагу. Приятного аппетита. А это баклажан. Это было вкусно. Да, когда морковка вкуснее, чем баклажан. Ну, жирненько. Очень. Гриф будем есть. Тем временем, мы вкус уж не передаем. Вообще, ровно такие же. Окуните все это в муку и обжарьте. То же самое, поймете, какой вкус. В общем, нет каких-то особенных качеств. Ты ищешь салфетку, да, на столе? Да. Аж малекарты все здесь бесплатные. Нужно резервировать заранее. Вы как приезжаете, сразу резервируете. А чтобы что-то вам досталось. Мест немного, людей в отеле много. И у нас сегодня азиатский ресторан. И еще мы посидим Ocean ресторан с среднеземорской кухней. Там будут морепродукты. Ну что, пока выключаемся. Ждем нашу основную еду. Мы уже почти наелись. Я бы так сказала. Хоть хомячить, жди еду. Давай лучше с тобой сделаем вот так. С этим прекрасным видом. С прекрасным настроением. Я смотрю, что снимаю. Чипсы хватит есть, сын. Жди пиццу. И мне понравилось, что в этом ресторане есть еще и детское меню. Я так предполагаю, что мы одинаково во всех аликар-ресторанах. Каждый из нас станет ребенком в этом отеле. Очень вкусно, очень разнообразно. И очень погружает тебя в атмосферу азарства. Киска-каскадер. О чем это, по-моему, который от науки. Тем временем пицца поступила в наш отдел. Ну, других блюд не поступило. Тарелки убрали. Танец, Саачи. Да. Давай, Миро, дегустируй, наверное, тогда. А так все вкусно. Так все вкусно, Миро сказал. А мы, тем временем, уже бокалы нам пополнили. Обнаружили, что наш номер с синим купальником находится примерно напротив нас. Вот здесь. Позади нас мы уже слышали, как группа разогревалась. Настроение у нас хорошее. Ну и, походу, волякард, они из такой составляющей, что нужно что-то высасывать. Ну, какой-то контент создавать, что ли. И не только чавканье. И следующий лот на нашем танцполе – пельмени. Не пельмени. Не, пельмени. Их два, значит, пельмени. Ну, слушай, это удачная находка. Почему? Потому что, во-первых, мы пельмени заказывали. Во-вторых, я в Китае хотела попробовать такие пельмешки. И, в общем, в Китае не срослось, берем в Турции пробовать. Кто не знает, мы все, что сняли в Китае, мы потеряли. Горячие. А, горячие. А, правда горячие? Не-не-не, все, я на это не подписываюсь. Запей. Ну, реально горячие. Посмотрите, вон, намашенные трусы лучше. Блюда поступили. У меня баранина. С луком, как видим. Между нами, что это, я не знаю. Бамбук жареный. А, жареный бамбук. А у меня говядина в остром соусе. И что же у нас здесь имеется? Опа. Ммм. Острая. Тоже острая? Сладкая. У тебя карри. Карри, да. Да, именно. Точно. Я подбирал сладу. Именно она. Восторг. Я тут баранину полюбил. До этого я полюбил говядину. Ну, в Турции очень вкусная баранина, ягненок. Да. Ну, не скажу, что прям жирная. Ну, чуть-чуть жирноватая. Ну, больше вкусная, чем жирноватая. Нежнейшая. Тает во рту. Тает во рту. Детки со мной согласны. И что же у тебя? Не буду ножом размахивать. Бамбук пробовать. Бамбук. Давай, пока я снимаю, сразу найди. Помоги мне его найти. Вот он. Вот. О, это тайский вкус. Ребята, кто хотел приехать в Турцию и приехал сюда, но мечтал о Таиланде, это блюдо определенно для вас. Ребенок со мной согласится сзади. У меня говядина в остром соусе. Будем тестировать. Говядина есть? Острый соус есть? Подождите. Приходит. Да-да, есть. Дай-ка, дай-ка. Это тот соус, который раскрывается чуть позже, когда ты такой, ой, это же не остро. Наелся всего и... Вы только обратите внимание, она тонкая. Достаточно острая, да? Мне интересно, твоя баранья. Я очень хотела в кари соусе поесть еще в Таиланде, чтобы она не срасталась. О-о-о, это вкусно. Это прям... Это прям тай. Да? Очень вкусно. А мне больше Таиланд напомнило твое блюдо. Мне нравится твое. Будет посмотреть, какие тарелки. Они же искаженные. Восторг, восторг. Еще я попробую бамбук, мне прям интересно. Ну, это прям тай-тай. Определенно, надо домой такие тарелки приобрести. Хотя бы по одному образцу, чтобы, ну, побаловать там. Здесь похожие на азиатскую кухню с этими вкусами и кари, и острыми. Мне нравится. Все равно это необычная, это нестандартная еда. А в левой части находятся креветочные чипсы. Это вот они, как выяснилось. Как мне кари нравится. Мы сейчас это освоим. Не только красоту и на вкусноту. В коем-то веке мы в лучшем а-ля-кар-ресторане. Ну, да, а-ля-кар-рестораны редко бывают. Или я слишком разбраздирую слова. Нет, хорошо. Очень хорошо. Это не первая а-ля-кар-ка в этом отеле. У нас все будет один. Мне очень нравится. Все равно это необычная еда. Это прям, ну, не отличается от основного ресторана. Серьезно это очень. Давай бахнем. Я прям анализирую. Резюмирую. Вы же знаете, Маша у нас фоктомет. Как же я забыл. А мы тем временем заряжаем тапки. Куда бы вы подумали? На ужин в основной ресторан. На самом деле не то, чтобы поесть, а чтобы показать вам, что там подают. Ух ты. Вашему вниманию ужин. Почему мы не пидели? Красивейший ужин из морепродуктов. Красивейшей семги. Красная рыба, креветки, салат из пинца, мне кажется, это кальмары. И все это просто при входе. И объединяется одним словом. Море продукты. Приятного вам просмотра. Заряжаем тапки на знакомство с этим ужином. Вот это бодряк под конец этой серии, да? Мы уж не будем все перечислять. Вы оценивайте сами свои впечатления. Я могу сказать так. Здесь не колбаса, здесь одно мясо. Цельное мясо, нарезанное кусками. Далее у нас идут мизе. Ты сейчас еще будешь есть. Восторг. Почему мы пошли сегодня в морепродукт? Ну, красота та же. Ну, конечно. Восторг. Да. Сегодня, да. И она не выглядит копченой, не выглядит сахареной. Ну, мне кажется, может, чуть-чуть сахаренчик. Надо попробовать будет. То на опыте они, наверное, по внешнему виду уже оценят. Ну, уже восторг. Подоспели к острову с сырами. Красота. Сыров бри не наблюдаю, но наблюдаю еще. Остров там. Там. Здесь. Здесь. Еще здесь. Давайте для разнообразия сладостей за снегом. Красивые, поставил киэнт. Оперный торт. Апельсиновый мусс. Написано на трех языках. На турецком, английском и на русском. Ну, красивые десерты, посмотри. Красивые. Сладости очень красивые. Я еще сегодня в кондитерской оценил. Угу. У нас прям контраст. Яблоко. Мирух оба оценил. По-любому захочет его. Как такое можно сделать? Угу. Я печенки-то не смогу поджарить вкусно. Напротив тоже столка сладостей. Мино здесь уже с традиционными. Традиционные турецкие сладости. Пахлава. В переводе пишут, что это пирог. Ну, вы уж смотрите. Наверняка есть любители этих блюд. Сыдственные фрукты. Дыня, арбуз, киви, апельсин, клубника. Забыло, тут называется. Ну, в общем, все уже почищено и порезано. А напротив... Ну, у вас, что ли? А напротив уже, ну, кроме арбуза и дыни, цельнокроенные фрукты. Это груша, апельсины, яблоки. Девушка в вечернем платье была. В общем, по фруктам тоже постарались. О, йогурт. У нас холодильник в распоряжении. Детское питание. Фрукты, молоко и кефиры. Айран и йогурт. И молоко, кстати... Под фруктами, понимается, яблочное пюре. Это абрикос. А внизу стоит молоко. Миндальное, еще какое-то. В общем, без лактозы. Вы понимаете. Прямо перед нами горячий остров, но перед ним... Панган гриль. Вот как хотите, так и понимаете. Шашлык из рыбы. Это все рыба здесь, да? Из индейки, москвой, окунь на гриле. Здесь, в общем, остров гриля. Восторг. Вы посмотрите, это все красиво сделано. Это телятина. Это антреход, да, получается? С этой стороны. Начинка в кваше с мяса. Кабачки с мясом. Ну, вновь. Перевод переводом. Отварная телятина. Вот это понятно. Кроме того, тот остров мы также не обошли. Здесь овощи. Салатные нарезки, цельнокровенные овощи. Да, классика жанра. Здесь у нас маринованные овощи, оливки. И разные соусы. Ну, какие черрики маленькие, посмотри, как хотят сегодня в отеле. Слово говоря, чем меньше черри, тем они дороже на рынке. В этом году особенно часто вспоминается вегетарианское ответвление, питание. Слово птиницы, баклажан на пару, домашний нуд, кислые кабачки и домашние картофельные блюда. Здесь чай и котта. И дальше горячие острова, здесь много. Шашлык из говядины, запеченный. Прям много-много всего. Йоркшишский пудинг, запеченные овощи, форрель в соли, здесь очень много рыбы сегодня. Картошка, крокет, куриный наггетс, здесь уже остров. Да, это остров панировки. Даже на еде в панировке есть. Далее рулеты из индейки, сыром, морепродукты в кастрюле, отваренные морепродукты получаются. Пюре, говядина, гуляш, плов с маслом, очень плов, это, кстати, рис просто. Очень много таких поуров, соус. Пиде, мое любимое пиде. Вот на что подпишусь, так вот на это. А рыба. Здесь остров спагетти, спагетти баллонезе, макароны с кунцом, пельмешки. Смотри, смотри, как все обустроено, практически с кухни ты забираешь. Они пожарили, переставили, и все, пожалуйста, заберите, мы еще пожарим. Картошка при, луковые кольца, разные соусы и плов с морепродуктами. Перед нами остров с двумя супами. Здесь остров находится с булками. И у Маши есть, что добавить. Плов с ракушками. Вы ели когда-нибудь такой? Плов с ракушками. Это аликарта ресторан, да? Ну и давай в этой обстановке и закончим. Ну. Спасибо. Красивых вам помещений для приема пищи. Хороших вам блюд, хорошего вам настроения, хороших шеф-поваров. Спасибо, что досмотрели до конца. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok